Чтобы сравнить данные или отобразить тенденции изменения данных с течением времени, используйте график. На этом графике приведено сравнение среднего количества осадков в Москве и Санкт-Петербурге по результатам четырех измерений за год с января по октябрь. На линиях в этих точках приведены маркеры и точные значения. По вертикальной оси отображаются значения данных. Месяцы, в которые проводились измерения, отображаются по горизонтальной оси. Если вам нужно вставить в презентацию график, основанный на простом наборе данных, который вы не планируете часто обновлять, это можно сделать непосредственно в PowerPoint. Однако, если данные имеют сложную структуру, или вы планируете обновлять их достаточно часто, лучше создать график в Excel, а затем скопировать его в PowerPoint. Мы поговорим о вставке связанного графика Excel в третьем видеоролике этого учебного курса. Чтобы создать график в PowerPoint, на вкладке «Главное» щелкните стрелку под кнопкой «Создать слайд» и выберите элемент «Пустой слайд», чтобы вставить пустой слайд. Затем щелкните «Вставка», «Диаграмма» и перейдите в раздел «График». Если навести указатель мыши на график по умолчанию, можно просмотреть его увеличенное изображение. Рассмотрим другие графики. При наведении указателя на график отображается всплывающая подсказка с описанием графика. Я думаю, мне подойдет график с маркерами, поэтому я щелкну его, чтобы предварительно просмотреть, как он выглядит. Затем я наведу указатель на изображение, чтобы увеличить его. Да, это именно то, что мне нужно. Я нажму кнопку «Ок». При вставке диаграммы на слайд откроется небольшое окно с заполнителями вместо данных. Здесь мы введем наши данные. Начнем с категорий. Здесь мы введем название месяцев. Я щелкну ячейку и введу. Январь, затем апрель, июль, октябрь. Затем нажму клавишу «Ввод». Названия отобразятся на графике. Прежде чем вводить ряды данных, сначала введем заголовки для них. Москва и Санкт-Петербург. Затем нажмем клавишу «Ввод». У нас нет третьего ряда данных для сравнения, поэтому я навожу указатель мыши на столбец «Ди». Щелкаю его, чтобы выбрать весь столбец. Затем щелкаю правой кнопкой мыши и выбираю пункт «Удалить». Теперь начнем вводить данные. Для ряда данных «Москва» я сначала щелкну первую ячейку и введу число 92 мм. Затем нажму клавишу «Ввод». Линия Москва в графике сразу обновится с учетом нового значения. Ввод среднего количества осадков для Москвы завершен. Теперь я введу данные для Санкт-Петербурга. Завершив ввод данных, я щелкну крестик, чтобы закрыть окно данных. Теперь я немного увеличу масштаб, чтобы лучше видеть график. Заголовки рядов данных «Москва» и «Санкт-Петербург» отображаются в легенде, а линии соответствуют введенным данным. Маркеры отображаются в точках месяцев. Величина шага приращения в миллиметрах рассчитывается автоматически и отображается вдоль вертикальной оси. Далее – настройка графика.